Дорогие друзья, добро пожаловать на программу по изучению Священного Писания. Уже несколько встреч подряд мы изучаем Евангелие от Иоанна, и сегодня будет продолжение. Мы поговорим о том, какой в общем смысл этого Евангелия, к чему или к кому Иоанн хотел обратиться и на что обратить особенное внимание. Мы рады, что вы вместе с нами, что вы вместе с нами исследуете Библию, и верим, что это слово будет менять нашу с вами жизнь. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал, пишите ваши вопросы или комментарии, для нас это очень важно, потому что помогает нам понять, как лучше двигаться дальше, чтобы это было полезно и актуально. Наш Господь, я благодарен Тебе за эту возможность, за Твое слово и за Духа Твоего Святого, который говорит нам. Мы просим, помоги нам правильно читать его, открыть наше сердце, чтобы мы понимали, что Ты нам хочешь и сказать сейчас. Помоги всем слушателям при изучении Твоего урока, Господь, чтобы мы понимали Твой голос и знали, что делать. Мы просим, Господь. Аминь. Здравствуйте, братья. Очень рад, что мы снова вместе касаемся этой темы. Мы часто слышим такое выражение, что Евангелие от Иоанна – это Евангелие любви. И мы об этом не раз говорили на наших предыдущих встречах. Насколько вообще для вас любовь в ваших взаимоотношениях с Богом важна? Ведь кажется, что, ну, когда мы говорим о наших отношениях с Богом, то это правила, принципы какие-то, которые помогают нам знать, как поступать туда-сюда. А любовь – это уже сфера чувств. Ну, возможно, она важна, когда мы говорим о взаимоотношениях между человеком и человеком, даже между человеком и животным, которого ты можешь взять на руки, обнять, переласкать, почувствовать или увидеть это проявление любви. Но когда мы говорим о наших взаимоотношениях с Богом и о любви, ну, как строить эти отношения с тем, кого ты никогда не видел, кому не можешь прикоснуться, чье дыхание ты не можешь почувствовать на себе? На самом деле я бы приписал именно вот эту вот любовь, о которой мы говорим, не любовь между мужчиной и женщиной, а любовь, о которой говорит нам Христос. Это часть духовной зрелости. Я по себе наблюдаю. Когда ты помоложе, когда ты полон синбовай, ты можешь что-то выразиться как-то, обратиться с каким-то другим братом или сестру очень резко. Например, ты смотришь на другими, совершенно другими глазами, как будто на них не обращая внимания. Но со временем ты понимаешь, что характер Бога – это любовь. И чем больше ты окунаешься в Священное Писание, тем больше ты общаешься с Богом, тем больше ты понимаешь и этого человека любит Бог, и этого он любит Бог. Вот скажем, с братом не поладил, и его любит Бог, и меня он любит. Это дает новую зрелую перспективу. И она позволяет этой перспективе непосредственно любить брата, любить буквально того, кто тебе смотрит в глаза и тебя ненавидит, красный как бы от злости и так далее. Она позволяет тебе видеть в нем предмет Божьей любви. И ты как часть Бога, ты его тоже любишь. Это совершенно другое измерение. То есть это скорее не эмоции, а вот какое-то отношение. Поэтому я говорю, что это духовно, и это непосредственно часть духовной зрелости. Потому что когда мы молодые именно в духовности, как бы я просто себя говорю, не знаю, может быть, другие по-другому, ты грешников как будто даже не любишь. Пускай они там себе делают, что делают, ты сам себе там что-то делаешь. Вот. А это по-другому. По крайней мере, вот я как это вижу. Ну, когда мы открываем Священное Писание, оно все-таки написано в синицком мышлении. И поэтому там вот это греческое понимание любви как чувства и эмоций, оно заменяется на глагольное определение любви. То есть это конкретные действия. И мне, честно сказать, это больше нравится, потому что Бог не просто говорит, Саша, я тебя люблю. Он делает все, чтобы я увидел, в том числе и почувствовал, что он меня любит. Интересно. Для меня один из самых фундаментальных стихов в Библии – это когда говорится, что Бог есть любовь. Почему? Потому что он не стал любовью. Он не увидел грешников и тогда их возлюбил. Но сама сущность Божьей природы – это есть любовь. И вот сейчас мы будем читать первые стихи первой главы Иоанна, где говорится «вначале было слово». И если мы вместо слова поставим любовь, что есть олицетворение Иисуса Христа, оно идеально подходит. Потому что вначале была любовь. И из-за любви Бог создал этот мир. И из-за любви он делает все для того, чтобы спасти грешника. Потому что любовь – это есть основная база. Это основа, на чем крепится все. Закон Божий. Отношение Бога к нам, грешным людям. Отношение между собой. И Евангелие, и потом и послание, они полностью пропитаны и показывают. Вообще, Иоанн здесь очень сильно старался показать вот эту любовь Божию. Во всех деталях. В жизни, в исцелениях и в других моментах. Иоанн недаром называется. Потому что он именно это хотел продемонстрировать в том мире. Но по большому счету получается, что даже для того, чтобы современному человеку понять, что мы тут говорим о любви, ему надо знать, о какой любви идет речь. Что это не «мне хочется, поэтому я это делаю». А если мне не хочется, то я делать это не буду. А любовь тут продиктована, как уже сказали, чуть-чуть другой формой. Формой отношений, формой «когда я делаю, даже если это мне больно, но я все равно это делаю, даже если физически мне этого не хочется». Ну что ж, я очень надеюсь, что наше исследование Евангелия от Иоанна, оно поможет людям лучше узнать Бога и вот ту любовь, которую Он проявляет по отношению к каждому из нас. Как Василий уже сказал, мы сегодня начнем с первой главы. Я бы хотел, чтобы мы вначале прочитали с первого по пятой стихи. Мы с вами уже давно исследуем Священное Писание, и те люди, кто давно читает его, то они сразу понимают, о чем тут идет речь. Речь идет об Иисусе Христе. Но если человек впервые взял в руки Библию и вот открыл это место из Священного Писания, какое у него есть основание, чтобы он вот это слово, слово, он должен был это соотносить к Иисусу Христу? Надо понимать, во-первых, контекст, как говорится. Причина, почему Иоанн, во-первых, пишет это. Если заметили, что оно отличается от всех других Евангелий, если мы возьмем синоптические Евангелии, те Евангелия, как Матфея, Марка, Луки, они были более пропитаны таким еврейским духом того момента, потому что они писали с тем людям. Но когда Иоанн уже остался один, он понимал и видел, что греческая философия начинает просачиваться в христианскую церковь. И это его очень сильно волновало. Поэтому он берет символы, которые они понимают, греки, которые понимают, для них логос это было самое высшее, это было как бы начало всех начал. И Иоанн красиво показывает, что такое логос, откуда оно взялось и где оно было. То есть он как бы объясняет все детали основательно, потому что греки хотят все основательно понять. Мы не видим это ни в Матфея, мы не видим это в Марка. Лука немножко имеет, потому что он имел корни. Но именно Иоанн здесь просто, он показывает четко, ясно, дает, объясняет вот каждую деталь, чтобы они поняли, кто такой Иоанн. То есть по большому счету он говорит на ихнем языке, поэтому использует такую терминологию. Интересно, что Иоанн умедряется использовать греческое логос, которое, кстати, встречается в Септуагинте при переводе ветхозаветных текстов. Но там оно имеется буквально в смысле слова от Бога, то есть не имеет божественной природы. И он говорит и евреям, и людьми, и эллинистами из греческой культуры, что сейчас я вам покажу, кто же на самом деле является тот логос, в которого вы верите. Мы помним с вами, что бытие начинается такими словами, что вначале сотворил Бог небо и землю. Здесь же начинается теми же словами. Вначале было слово, то есть там Берешит Барайлахим, здесь ее греческий аналог. К чему это все делает Иоанн? Иоанн говорит, слушайте, вот как было при сотворении мира, это было грандиозное основательное событие. Так вот и сейчас я вам расскажу о слове, которое есть Бог и который начинает творить нечто новое. Структура вот этих первых 18 текстов, хоть оно и на греческом, она хеистическая, то есть еврейская структура. И ключевые тексты всего этого отрывка, это 12 и 13 текст, которые нам показывают, что же на самом деле Бог сейчас творит. А творит он интересные вещи. Здесь написано так. Он творит детей Божьих, рожденных не по плоти, а от Божьего хотения. И вот это вот ключевая мысль, которую Иоанн будет дальше продолжать во всем Евангелии. Итак, когда мы смотрим на контекст, когда мы читаем 14 стих, и слово стало плотью и обитало между нами, это те моменты, которые подчеркивают, что Иоанн действительно говорит об Иисусе Христе, а не каком-то, как уже высказались вы сегодня, греческом логосе, который является основанием всего, и который такой эфемерный, необъятный, ничего конкретного в нем нет. Но давайте мы посмотрим, что в этих пяти текстах Иоанн открывает нам об Иисусе. Если мы под каждым словом слова ставим Иисус, мы видим, что мы имеем основание так делать. Давайте мы прочитаем этот отрывок только вот таким вот образом. Там, где стоит слово-слово, поставьте слово Иисус. Вначале всего был Иисус, и Иисус был с Богом, и Он сам является Богом. И Иисус от начала уже был с Богом. Через Него все обрело свое бытие, и без Него ничтое существующее не появилось. В Иисусе была жизнь, и жизнь – это свет людям, и этот свет и во тьме светит. Она его не одолела. Спасибо. По-другому звучит все совсем, правда? Вопрос. Итак, что мы тут узнаем об Иисусе Христе? Потому что, опять-таки, мы этого чуть касались на нашей прошлой встрече, знаете, что Бог ли Иисус на самом деле и так далее. Мне кажется, что этот отрывок, он один из самых ярких, которые показывают вот эти божественные качества Иисуса Христа. Вначале было слово. Вначале, когда это вначале? Ну, это неопределенное. То есть, это вечность, которая была от самого начала, и которую мы, как люди, не способны понять. И здесь он четко и ясно говорит, что оно было в самом начале. Можно сказать, прежде всего, что когда-либо начало быть. Потом слово было у Бога. Значит, мы видим полную взаимосвязь. Тут определенные артикли, если там мы исследуем, говорится о том, что оно было у Бога. То есть, соединение, то есть, два одинаковых. И потом четко и ясно он говорит, и слово было Бога. И никаких сомнений. То есть, этот Иисус, этот Мессия, который пришел, он был от самого начала, то есть, прежде веков. Он был вместе с Богом. Как появился Бог, так и он появился, если так образно сказать. То есть, бесконечность, которую мы не понимаем. И оно было Бога. Спасибо. Дальше тут написано, интересно, что он был творцом. Через него все обрыло существо и сущее. И жизнь. Вот интересно, что в Иисусе самом была жизнь. То есть, он не получил жизнь откуда-то. Она была в нем, потому что он Бог. Мы находим другой текст в Священном Писании, где говорится, что единственное, кто имеет бессмертие или жизнь сам себе, это Бог. И тут видим ту же параллель, то же объяснение. На самом деле, что мне помогает иногда в некоторых сложных сферах, например, закона или теологии, это точно взять определение этого направления. Например, очень недавно в семинаре мы изучали атрибуты Бога. И для меня открылось совершенно новое направление в теологии, которого я не знал. И я просто хочу сказать, что кто нас, наверное, слушает, этот урок не объяснит абсолютно этот атрибут Бога, когда был Христос, божественность Христа. Это намного сложнее и вне этого урока. Так что кто заинтересован, именно вот узнать, потому что я просто знаю, комментарий будет какой-то там, вы там мне все объяснили, это не предназначено для этого. Что это очень серьезные теологические компоненты. Лично для меня, я просто знаю, когда мы это изучали, что следует проверить просто это как направление теологии. Есть очень много у нас авторитетных издательств, которые именно объясняют досконально, почему это Логос был, почему это был Христос и насколько это важно. Здесь это просто курсорно затрагивается, и мы просто ради дискуссии идем дальше. Вот. Опять, как Василий говорил, как Александр продолжил, Иоанн отвечает на запрос этого времени, на вопрос этого времени. И как я здесь вижу, будучи так линейно, думаю, здесь просто пункт за пунктом. Вначале он был, он был Богом, все это было, сотворение через него, и вот так вот он досконально, вот явно, без всякого лишнего, не разводя все это, представляет такую структуру, где человек, который читает первые эти пять стихов, явно понимает, что он сравнивает абсолютно Бога, Христа с Богом. И все. И вот это вот является основанием, вот введением пролога вот к самому Евангелии. Спасибо. Но у меня есть еще один вопрос. Почему мы так настойчиво обсуждаем этот вопрос и добиваемся все же вот такого одного понимания, что Христос был Бог, там одинаковый с Богом был от начала. Неужели это так важно? Ну, допустим, что он был создан когда-то Богом, как есть такое мнение, да, что он был как там высшим самым ангелом, и уже потом Бог создавал всех остальных, а потом уже Иисус принимал и сотворение нашей земли. Но ведь если он наш создатель, то по большому счету какая разница там на сто процентов он Бог, или по образу Божьему создан как ангел или высшее духовное существо. Почему так важно для христиан или для вершнего человека понимать, что Христос – это Бог, а не там что-то около этого? Да, смотри, если мы видим, что Иоанн отвечает на этот вопрос с самого начала, значит, это очень важный вопрос. Важный он был на то время еще очень, потому что арианство начало в то время немножко, как бы, пускать корни, и это та же самая идея, что Христос, он был просто сотворенным существом, и он пришел, он был хорошим человеком, пророком, да, он жертву совершил, но это полностью перечеркивает план спасения, который имелся от самого начала, потому что жертва, которая приносилась за грех, она должна была быть совершенной полностью. То есть, в том положении это мог быть только Бог. И, как я уже говорил с самого начала, вот эта база, что Бог есть любовь, вообще она даже не предусматривала, что кто-то другой может прийти, потому что Господь настолько любящий, Иисус настолько имел вот этот любовь к творению, что он даже ни секунды не размышлял о том, что, а может бы я не пошел на жертву, а может я не пойду на землю, нет, этого даже не было, потому что природа Бога, это просто пропитанная полностью любви, и, кстати, в Кориффенном четко ясно, дается описание любви, там мы видим эти все четкие детали, которые мы встречаем в Иисусе, для Иоанна это было очень важно, для плана спасения это вообще вопросов нету, очень важный вопрос, и для нашей жизни, потому что исследуя священное писание, мы читаем такой момент, да, что он был испытал во всем, кроме греха, да, и это нам помогает, потому что Бог был здесь на земле, он понимает нашу природу, он чувствует наши чувства и наши эмоции и все остальное. Да, но ведь были и ангелы, которые не согрешили, были святыми и совершенными, Василий зашел со стороны плана спасения, я хочу зайти со стороны закона, написано, Господу Богу твоему служи, ему одному поклоняйся. Если мы считаем, что Иисус Христос это не Бог, то все остальное, что мы делаем, является язычеством и нарушением принципов Божьих. Это как основание всего, всей нашей веры. Если мы убираем Иисуса Христа как Бога, то дальше нет смысла ни в плане спасения, ни в нашем поклонении, нам нужно задуматься, что мы делаем. Ты вспомнил, что ангелы, но каждый ангел имел начало. Имея начало, они не могли умереть той смертью, заплатить ту жертву, потому что смерть-то была какая? Смерть была вторая, вечная. И только вечный Бог, прервав, но мы до конца не понимаем эту всю, всю систему, как это все происходило, но Он, будучи Богом вечным, Он умер за каждого из нас. Вот это есть самая идеальная жертва, которая могла бы быть принесена за грех. Мы же понимаем, что тут с одной стороны очень важным аспектом есть то, что Бог пришел, чтобы спасти человека, но с другой стороны Христос говорит, я пришел вам явить Отца. То есть мы понимаем, что тут еще и вопрос вселенского характера, не только земного характера. Ведь мы знаем, что да, часть ангелов пошла за сатаной, но большая часть осталась с Богом. Исчезли ли у них все вопросы на тот момент, когда Христос еще жив был? Еще нет. И хотя они встали на сторону Бога, но все равно вопросы могли возникать, а почему именно так, а почему, а может быть Люцифер был прав или еще что-то. Но вот только Бог мог явить Бога. показать, каков Бог на самом деле. Поэтому, когда Христос сказал, что я явил миру тебя, то это было в полноте. Потому что, если бы это был кто-то меньше Бога, то он не мог бы открыть характер Бога и полноту Бога. И, как вы уже сказали оба, что Бог есть любовь, и это подтвердилось, потому что это сделал Бог, умерев на кресте за человек. Маленькая ремарочка. Я работал с мусульманами и подружился с одной семьей, они были с Сиджей, ну, Пакистана. Полюбился, они очень были добрые люди и в какой-то момент они нуждались, не нужно нуждались, они были очень верующие в мусульмане. А там молилась пять раз в день, выходила на парковку и искала на самом деле. И когда, я не хочу просто, длинная история была, я просто был свидетелем, как сложно мусульманину было признать, что Христос есть Бог. Нам легко сказать, о, это же, что там там за вопрос, да? Но, мне кажется, вот, когда вокруг нас люди, которые не видят этого и насколько нужна работа Духа Святого, человека, ну, взять impression или убедить, или подтолкнуть его, чтобы в это поверил. Так что, мы должны понимать. Я, например, более сторонен с Василием, со стороны спасения суда, что Христос должен был быть Богом, со стороны быть абсолютно реальной заменой за, ну, чтобы быть этот, абсолютным этим. Я оттуда подходил. Так как он автор закона, только автор... Я это оттуда вижу, да. Но в практическом смысле мы должны просто молиться тем, кто не видит в Христе Бога, потому что это сложно. Я бы хотел, чтобы мы прочитали еще один отрывок. Это Евангелие от Иоанна первая глава. по большому счету, мы уже вспоминали, 14 стих. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Понятно, как это реализовалось, да. Это реализовалось в пришествии Иисуса Христа в образе человеческом. И вот тут у меня тоже вопрос. Насколько было важно или необходимо, чтобы Бог явился на землю именно в человеческой природе? Ну, смотри, здесь опять же говорится и обитало с нами. Каждый еврей, который читал, он просто сразу понимал, о чем здесь идет речь. Потому что то же самое слово, которое используется, «постройте мне шатер, с кинью, чтобы я обитал между вами». То есть Божья слава, шакена, да, являлась, и люди прекрасно понимали, что это Бог. То же самое здесь Иоанн говорит, что Бог, вообще Бога всегда стремлением было быть нашим соседом. Вообще так оригинал, там говорится, быть соседом, если вы так точно взять. То есть и здесь оно стало плотью, и оно было вместе с нами, да. Почему так важно, чтобы в плоти, но потому, чтобы мы понимали. Вот ты сегодня встречаешь какого-то миллиардера, который живет, скажем так, на совсем другом уровне. Ты ему рассказываешь про свои проблемы. Как ты думаешь, он понимает, о чем ты говоришь? Нет, конечно. Потому что у него совсем другой уровень. Вот эти слоя, они друг друга не понимают. Христос опустился, он оставил свое божество, как говорится, да, он опустошил себя, придя сюда, потому что он божество, так написано. Да, он свою божественность оставил. Мы, как бы, опять же, техническую сторону мы не можем описать, но священный описатель говорит, опустошил. И он пришел к нам, чтобы мы, он понимал нас, но чтобы мы поняли, что он понимает нас. Бог всегда говорит человеком на нашем языке. И Писание написано на человеческом языке, и образы, и примеры. И поэтому вот это слово, которое мы до этого читали, великое, совершенное, существующее от начала, будучи Богом, оно как бы отделано себя, или тот текст, который мы вспоминали, смирило себя до образа человеческого, одело человеческую природу. Зачем оно это сделало? А вспомните, Моисей хотел посмотреть славу Божию. Он ее увидел. Бог поставил его в расселении, он прошел и только смог написать. «Но для цепели, многомилостивый такой». А здесь написано, чтобы мы увидели славу, которая у него отца. То есть, чтобы увидеть Божью славу, Богу нужно было одеть на себя человеческую природу, человеческое тело и прийти на эту землю. И тем самым Он явил нам. А я хочу обратить внимание еще на одну деталь в этом всем. Я уже сегодня говорил о вот этом противостоянии между сатаной и Богом, и вот глобальном масштабе этого события. Пришествие Иисуса Христа в человеческой природе, на мой взгляд, оно открывает еще одну очень важную роль. Ведь смысл обвинения сатаны состоял в том, ну, один из, что Бог создает такие законы, которые вообще невозможно выполнять и вообще зачем они нужны. И прожить жизнь, не нарушивая эти законы, это же просто невозможно. И когда Христос приходит в человеческой плоти, и мы понимаем, что эта человеческая плоть, она была не такая еще, как у Адама после этого сотворения. Он уже был такого роста, как мы. Он уже, как мы читаем Иса, что не имел ни вида, ни величия. То есть она тоже, он чувствовал ту же боль, он был подвержен тем же простудам или каким-то заболеваниям или страданиям, которые связаны с этой земной жизнью. И при всем этом написано, что в нем не было найдено греха. То есть, с одной стороны, он показал еще, что, эй, на самом деле, то, что написано в законе, это не просто что-то такое невыполнимое, это то, что приносит благословение, это возможно. Да, мы не говорим о том, что он призвал нас к святой, то есть, безгрешной жизни. В каком смысле? Мы понимаем, что мы грешны не только потому, что мы делаем какие-то проступки, а потому, что мы родились уже. Давид говорит, в грехе зачала меня моя мать. И Бог никогда не требует от человека божественной святости, потому что это невозможно. Но перед всей вселенной Христос показал, что закон Божий это свято и истина. И это то, что приносит на самом деле благословение, а не является каким-то проклятием и ярмом, которое невозможно понести человеку. Да, еще хотелось бы сказать, что вот, отвечая на вопрос, как произошло исполнение этих слов, да, вот как это, и да, нам легко сказать, родился младенец, это тайна. Мы не знаем на самом деле, как связать человеческое существо, это ограниченное существо с безграничным Богом. Как произошло это? Так что это остается на самом деле тайной, мы знаем, что это произошло, как это произошло, на самом деле мы не будем знать. Мне это место напоминает 1 Иоанна 1.1, где он говорит, вот что мы возвещаем, что было сначала, что мы слышали, что своими руками видели, что рассматривали, чему прикасались и возвещаем. Эта жизнь была явлена, мы ее видели, мы ее трогали. И одна из причин, почему пришел, потому что ученики потом всем рассказывали, это не было конструкт, это не была какая-то идея, это мы все это видели, мы видели Бога и мы могли с ним общаться и как бы отчасти, почему это все, чтобы они потом рассказывали о Старе. Чтобы это был живой опыт, пример. Хорошо, хотел бы обратить ваше внимание еще на один отрывок из Евангелия от Иоанна, это первая глава с 9 по 13 стихи. Тут Иоанн говорит о том, как же люди отнеслись к этому слову. Давайте мы прочитаем этот отрывок. Этот свет был истинный свет, освящающий всех, кто рождается в мир. Он был в мире, но хотя мир через него сотворен, мир его не узнал. Он пришел к своим, но свои его не приняли. Тем же, кто принял его, он даровал право быть детьми Бога. Это те, кто верит в него, кто родился не от крови, не от плотской страсти, не от мужского желания, но от Бога. По большому счету, около 4 тысяч лет человечество ждало Мессию. Мы знаем еще «Снеги бытие», третьей главы, первое прочество о Мессии. И потом мы знаем, что всю историю народа израильского эта мысль постоянно повторялась, повторялась, повторялась. Но когда Мессия пришел, или как написано, когда свет явился, то тьма поглотила его. То есть этот свет не приняли. Почему так произошло? Я бы хотел, вот 9 стих всегда меня так удивлял. Вот почему-то, лет 15 уже, этот был свет истинный, который освещает всех, кто рождается в мире. Когда происходит это освещение этим светом? И моя интерпретация, может быть, она не совсем верная, но я считаю, что каждый рожденный ребенок, каждый рожденный в мир человек имеет искру богоискания. Иногда мы даже видим это в абсолютно неверующих людях. У него есть что-то, что проявляет его, вот эта вот, эта искра, этот свет. И отвержение происходит тогда, когда человек не слышит этот внутренний, как бы этот отголосок, и тогда он отвергает как бы вот этот свет. Я думаю, что многие из вас слышали вот эту мысль, что Бог создал нас внутри с пустотой размером с Бога. И если мы заполняем эту пустоту чем-либо, кроме Бога, мы никогда не будем по-настоящему счастливы. Да, но у нас же в книге «Бытие» дается, что Бог говорит, будет в тебе внутреннее сопротивление. Как раз таки, жажда меня, несмотря на то, что дьявол, как бы, вроде победил. Друзья, но тут написано, что он пришел к своим, а они не захотели его принять. Текст по-разному интерпретировать можно. Как бы мы понимаем, что пришел к себе домой, буквально пришел к своему народу во свое владение, в свой удел, наследный удел Иакова. Да, и, к сожалению, так получилось, что очень многие из этого народа не приняли его. Вот. Но дальше, как бы, вот эта грустная нотка, она сменяется другой ноткой, говорит, но все же были те, кто его принял, и они получили право бы называться детьми божьими. Есть причина, почему его не приняли? Я знаю, что не хочется об этом говорить. Приятнее говорить о тем, кто принял, да? И мы всегда делаем акцент. Ну, да, но посмотрите, ведь 3000 людей, которые крестились в день Пятидесятницы, это кто? Это же были евреи. Но мы же понимаем, что 3000, в сравнении с тем, когда на эти праздники туда приходило 3 миллиона, да, людей где-то собиралось в Иерусалиме, но это, по большому счету, не очень-то и большой процент. Понимаете, то есть все равно если бы он был принят на, давайте так скажем, на государственном уровне, да, то, наверное, это бы имело совсем другой отголос или фидбэк, как мы говорим, да, результаты, последствия. Мне кажется, мы стесняемся чуть ли это в каком плане, потому что у нас иногда в голове образ Израиля как государства, он сразу ассоциируется с образом народа Божьего. Но в Священном Писании мы видим, что национальный Израиль и народ Божий это чуть разные вещи. То есть приняли те, кто действительно был остатком, которые искали, искренне ждали. А те, кто этого не искал, не ждал, они сделали свой выбор, Бог создал всех свободными и они приняли другое решение. Что касается, как Мога принял, я бы хотел защитить чуть-чуть еврейский народ, потому что читая книгу Деяний, используется слово Мириады, которое говорит очень много именно из законников и ремнителей, то есть это десятки тысяч в самом Духа Иерусалиме. Хотя, по некоторым данным, от Иосифа Флая там миллион человек проживал, по некоторым другим данным, там, Селёж, 200-300 тысяч. На праздники приходило 3 миллиона. А, в общем-то, потом мы видим, когда распространяется Ивангелие за пределы Иерусалима, то в первую очередь еще многие евреи принимают. То есть, может быть, сразу не так много, но со временем все-таки приняло их много и очень много. То есть, ну, я не буду дискутировать, там, для меня не так важно, да, какое количество, для меня больше вопрос, почему. То есть, потому что люди стали секулярным обществом, поэтому они не приняли Иисуса Христа. Но, с другой стороны, я вижу, что именно религиозные вожди не принимают Иисуса Христа. То есть, не сказать, что это были люди, которым было, да, ладно, что там, Христос Мессия, да, нас это уже не интересует. Нет, наоборот, тут дискуссия, а Мессия ли он, а это в Синедрионе, то есть, это духовный совет. В чем была суть проблемы? Почему этот вопрос задают? Но сегодня же это может повториться. В нашем христианском обществе может повториться та же ситуация. Но оно и повторяется. Во-первых, слушайте, мы должны понять, что Иоанн пишет это уже, ну, практически сто лет, как бы, ему исполняется. Если он говорит, что он пришел к своим, и свои его не приняли, значит, он, ну, констатирует факт. Потому что в действительности, да, мы говорим о том, что многие приняли, но как уже было сказано, что официально его не приняли. Его не приняла элита, его не приняли духовные, скажем так, лидеры того времени, и так далее, и тому подобное. мое личное мнение, я говорю о том, что помешало им, это ихний религиозный патриотизм. Потому что они так вцепились в свою религию, что они поняли, слушай, так этот человек, он поменяет все. Он поменяет наши уставы, он поменяет наши правила, он поменяет наше храмовое служение, все остальное. И это им помешало. И это им помешало в конкретности, потому что они уже привыкли так. В этом и проблема с сегодняшним обществом. Мы привыкли уже вот так. То есть не секуляризм, а религиозность стала причиной того, что они не приняли общество. И вообще, я извиняюсь, и откровение об этом и говорит, что не секулярное общество будет гнать народ Божий или остаток верный, а христианское, отшедшее христианство, отпавшее христианство, которое будет гнать верный остаток. Я бы сказал, что и то, и другое. Однозначно сказать тоже нельзя. Там есть и чисто социальные факторы, что людям не хочется меняться, потому что все привыкли и так уже договорились. Там еще есть и активное действие дьявола, которое стратегически, среди поколений, он специально влаживал другую мысль, ожидания другие. Люди ожидали чего-то другого. Там есть и религиозные факторы. Я думаю, что там все есть, по чуть-чуть, и что пришло к тотальному такому отвержению. Но в конце концов, люди, что я считаю, в прошлых уроках мы говорили, они отказались признать другой вариант, чем их мнение. Получается, их мир был закрыт. Они отказались сказать, что может быть, они правы. И проблема сейчас у нас, как бы не только в адвентизме, во всем христианском мире. Мы отказываемся сказать, а может быть, они правы. Потому что, если мы это признаем, мы должны посмотреть в субстанцию, в глаза и дать ответ, либо да, либо нет. Нам легко сказать, мы не принимаем, не просматриваться на саму суть, и как бы мы живем в своем мире. Вот что и произошло. Они отказались сказать, а давайте продумаем, а может быть, то, что делает Иисус, является тем, что на самом деле нужно было ждать. Нет, у них были свои видения, как они это видели, и отказались видеть. Так что я считаю, лично, как бы, там было много факторов, но большой фактор, что люди не захотели проверить то, что они верят. Ну, в Синейдреоне они четко ясно сказали, что он уничтожит вот это все, что у нас есть. То есть, Синейдреон, храм и все остальное, их служение, и элита это побоялась. Народ-то нижний много принял, но, в принципе, с элитой очень мало. Но христианство мало чем отличается, друзья мои. Да, мы как бы вроде говорим, да, Иисус Бог, Иисус Бог. Ну, а когда мы идем дальше, о чем мы вначале здесь вспоминали, хорошо, когда Бог любит. А когда Бог говорит, если любите меня, соблюдайте мои заповеди, следуйте каким-то принципам, то мы международный христианский мир сегодня тоже закрывает глаза, говорит, нет, стоп, 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 а это уже чуть другой Бог. Поэтому картинка, она повторяется, каждый делает свой выбор. Мне кажется, что к последнему времени, опять спекулирую, ну, по-моему, в трудах Эллина Уайт это есть, что пропорция спасенная, как и поначалу, к концу, примерно будет такая, очень мало людей, будет на самом деле остаток. Поэтому и говорится остаток. Это не говорится, что большинство, остаток. как бы должно вселять нас чувство тревоги и проверки, Господь, а я часть остатка или нет? Если я, может быть, такой, как и фарисеи, может быть, я привык, чтобы нам нас расшатать. Я думаю, что каждый должен это задавать. Да, то есть я так думаю, что мы должны смотреть, не получается ли так, что наш комфорт, религиозный, я так назову его, да, он становится превыше того света, который Бог хочет нам открыть. Сегодня многие христианские течения это понимают. Я слышу разговор по социальным сетям, где они говорят, что если Христос бы пришел сегодня, навряд ли бы какая-то церковь его приняла. Потому что у него взгляды совсем другие. То есть едино корми голодного, бедного, прими иммигранта. То есть те вопросы, которые сегодня мы видим как бы мейнстрим христианства в Америке, они сами говорят, что сегодня наши церкви бы не приняли Иисуса. То есть и в этом заключается трагедия. Я не говорю про нашу церковь, но и у нас тоже есть какие-то определенные проблемы, потому что мы настолько у нас все комфортно и все хорошо, что ну навряд ли мы что-то хотим иметь. Мы бы с удовольствием закрылись в своем комьюнити, чтобы нас никто не беспокоил. И мы беспокоить сильно никого не будем. Так комфортно, мы все друг друга понимаем на одной волне, зачем нам тут какие-то движения. Как когда-то Петр, помнишь, когда преображение гора? Давай здесь шатер. Весь так хорошо, нам никуда больше не надо. Иван Геотеяна 3 глава с 16 по 21 стихи. По большому счету тут написано то, что должно было бы помочь иудеям принять Иисуса как мессию. Давайте мы прочитаем этот отрывок. Ведь Бог так полюбил мир, что отдал своего единственного сына, чтобы тот, кто верит в него, не погиб, но обрел вечную жизнь. Тут указывается путь для спасения. И мы должны понимать, что в первую очередь Иоанн пишет своим братьям. Значит, это единственный путь спасения теперь уже и к иудеям тоже. Правда? Конечно. Тут написано нет другого имени под небом, которым надлежит нам обрести спасение. Поэтому, когда мы говорим, что другим людям очень сложно принять, кто такой Иисус Христос, но это же что было тогда, от того времени пошло. Это было в первую очередь сложно принять его народу, а потом уже всем остальным народом. Поэтому, к сожалению, монотеистические религии сегодня в том же числе и мусульманства, да, Иисус это всего лишь пророк. Иисус говорит, нет, я единственный путь, через который ты можешь оказаться на небесах. То есть, с одной стороны, мы не можем сегодня закрывать двери для спасения евреев. Мы не можем сказать, что все, они отвержены, потому что они не приняли Иисуса Христа, ну, официально, как мы сказали, да. Но, с другой стороны, мы понимаем, что сама принадлежность к народу израильскому, она тоже теперь не решает эту проблему. Она, по большому счету, никогда не решала эту проблему. Но сегодня, тем более, и тут ярко выражено, что только, если мы принимаем жертву Иисуса Христа, мы на пути к спасению. Да, вот вера, по сути дела, это единственная квалификация принятия спасения. Но вера подразумевает то, чего ты, может быть, не увидишь. То, к чему ты, может быть, иррационально не придешь. Особенно, многим из нас, например, технического склада ума, который, как бы, да, я потрогаю, а потом я поверю. Как бы, это называется leap of faith. Оттуда и высказывание, как бы, прыжок веры, в котором ты должен это увидеть, и веря в это, оно тебе даст эту уверенность. Так что, очень сложно, я верю, на самом деле, очень много интеллектуальным людям говорит, Илья, я просто не вижу. Получается, такой рациональный склад ума, вот эта вот вера, и поэтому нужна молиться, нужна поддержка людям, чтобы они поверили. Хорошо, последний отрывок, на который хочу сегодня обратить ваше внимание, это 17-я глава Иоанн Геотеяна с 1-го по 5-й стихи. Сказав это, Иисус поднял взор свой к небу и стал молиться. Отец, вот и пришел этот час, открой же миру славу сына твоего, чтобы сын мог явить твою славу. Ты дал ведь ему власть над всеми людьми, дабы всем, кого ты доверил ему, даровал он жизнь вечную. А жить вечной жизнью, это знать тебя, единого истинного Бога и Иисуса Христа, которого ты послал. Открыл я людям на этой земле славу твою, исполнил то, что ты поручил мне. И теперь, отец, опять у тебя, дай же мне ту же снова славу, которой я владел до этого, прежде чем мир появился. Я понимаю, что главная речь, о чем тут идет, это смерть Иисуса Христа на кресте. Когда он говорит, я прославил тебя, отец, и прославился тоже. Каким образом крест, ну, то есть орудие убийства, самый позорный вид наказания, который тогда использовался в те времена, каким образом он мог прославить Бога и Иисуса Христа. Ведь это же был позор. Ну, мы же уже вспоминали здесь не один раз о том, что обвине Бога обвинили в том, что он не любит, что закон жесток. И Бог говорит, я люблю. Мы же читали 3.16. Я посылаю своего сына. И я хочу, чтобы этот сын показал, насколько сильно я вас люблю. И когда мы читаем историю о вечере, там будет написано, что Бог делом доказал, что он возлюбил нас до смерти. Он пойдет на крест и выполняет тот план спасения, который он же с сыном и придумал, чтобы спасти нас. Возмездие за грех, смерть. Нет прощения без пролития крови. Бог говорит, мой сын, Бог прольет свою кровь, чтобы спасти человечество. То есть, сама смерть, как вид наказания, или крест, как вид наказания, это, конечно, позор. Но то, почему он там умирает, или за что, или за кого умирает, вот это является прославлением. Мы сейчас думаем как бы только в рамках земли. Но если подумать в рамках вселенной, мы же понимаем, что за этим, как апостол Павел говорит, что это был театр для него жителей, они наблюдали, что происходит. Почему? Потому что здесь была явлена полная любовь Божия и открылась замысль дьявола. Ведь дьявол посягнул убить Бога. Понимаете? И когда мир, когда вся вселенная увидела, они полностью увидели. Поэтому третья часть ангелов, что написано, которая еще сомневалась, она встала на сторону Бога. И эта слава не только на земле, это по всей вселенной. Потому что они увидели, насколько Бог жертвенный. Потому что какие обвинения были поставлены в адрес Бога? То, что ты только живешь для себя, ты вообще диктатор, нет никакой свободы, твои законы нереально исполнить и так далее, и тому подобное. И на эти все вопросы Иисус дает ответ. И финал это было Голгофа, где было полностью явлено и прославлено имя Божие как его характер. Мне нравится, как Ручинг пишет. Какая ирония, величайшая слава Бога проявляется в его величайшем позоре, когда он несет на себя грехи мира. Мне нравится слово vindication. Это говоришь, что Бог в том смысле, что оправдан. Вот было вот это вот называется contention, вот это вот был спор и вот этот был вот ключевой, вот hinge point, вот climax, после чего все, все, вопрос уже решен, там остались формальности и так далее и тому подобное. И вот почему вот продолжаю, что Василий говорит, вот этом является сама слава. И вот на самом деле вот как это мы поймем, вот самый позор, вот самый великий Бог умер самой позорной смертью. Вот две полярности как бы и весь спектр он покрыл. Ну и последний вопрос. Во свете всего того, о чем мы сегодня с вами рассуждали, особенно последних мыслей, что сегодня для человека, для последователя Иисуса Христа означает прославить Бога? насколько низко была смерть в глазах человеческих. Для нас это пример, что если сам Бог смог так спуститься и принять такую позорную смерть, нам ничего не должно стоить, никакое унижение, никакое оскорбление не должно к нам притрагиваться, потому что самого Бога унизили ниже, чем когда-либо в нашей жизни могут унизить. Так что мы должны просто жить достойно. И для меня на самом-то деле очень много-много лет такая вот ключевая фраза, которую я себе повторяю. Я хочу быть достойным тебя, я хочу жить достойно того, по-английски звучит благороднее, worthy, я хочу быть достойным именно твоей жертвы, чтобы, отчасти может быть это перфекционизм или стремление к чему-то лучшему. Вот это вот движет, как бы не живи так, как ты бы жил для себя, а вот в свете этой жертвы сделай все возможно, есть текст, кто не постыдится признать меня перед людьми, того и я признаю перед отцом им. То есть признать, я понимаю, что с одной стороны это устно, исповедовать, что я являюсь верующим человеком и не стыдиться этого, а с другой стороны это наша жизнь, наш образ действия, да, и если я вижу, что общество, оно идет как-то по-другому, а я знаю, что, ну, Библия учит другого, то я должен не идти за обществом, я должен сказать, эй, ребята, ну, я понимаю, что должен поступать по-другому, потому что вот как Библия меня учит. это вот именно является самым главным, потому что Христос, он пришел явить характер Бога, то есть он прославил Бога как? Живя здесь на этой земле, и вы помните, даже ученики говорят, ну, слушай, все отлично, покажи нам Отца, а он говорит, подождите, ребята, вы видели меня? Вы видели Отца? То есть вот это фундаментально, сегодня мы прославляем Бога, отражая Его характер в нашей жизни, когда люди будут видеть наши добрые дела, в Библии написано, то они будут кого прославлять? Нас? Нет, они будут прославлять Отца. Спасибо. А я хотел со стороны спасения посмотреть, знаете, я вот слушал вас и думаю, вот такой великий Бог ради меня, он же не столько даже и нужно было прославить, кому-то что-то доказывать, он просто и пришел сюда, чтобы спасти такого грешника, как я, уничижившись на самый низкий уровень. Павел написал, проклят всякий, висящий на дереве. Это значит для меня, что если я хочу, чтобы человек был спасен, нет такой низины, куда я должен спуститься. Ну, я имею в виду, не нарушая принципы Божьи, но за человеком я могу опускаться до самого низа, чтобы его спасти. Спасибо большое. Дорогие друзья, я надеюсь, что сегодняшние размышления, они помогли вам чуть лучше увидеть Бога. Кто он? Почему пришел в этот мир? Почему отдал жизнь свою ради нашего спасения? И да будет этот Бог прославлен в нашей с вами жизни. Оставайтесь с нами на всех наших программах. Мы будем рады видеть вас в следующей программе. Исследуйте Писание. Простите Бога мудрости, чтобы это Писание становилось частью нашей с вами жизни. Да будет Бог прославлен во всем этом. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова